Микс Ньюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Олег Пеков, студия Радио Болтком. Мы о этой программе встретились, поговорили. Сегодня мы встречаемся и разговариваем с очень интересным гостем, точнее, гостей. Это православный политолог, телеведущий, автор программ на телеканале «Спас» Елена Жосул. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Вот вы также советник-председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и очень много других всевозможных регалий. Но вот если говорить о сочетании православный политолог, меня всегда немножко как бы смущало, насколько, в каких отношениях вера находится с политикой, поскольку, если честно, у людей очень мало доверия к политикам, и сама современная политическая система предусматривает то, что политик должен обманывать. Знаете, вот у нас есть просто классическая история о том, как политик, когда его поймали, что он не сдерживал свои обещания, он совершенно искренне порылся, но я же не мог не обещать. Он сказал, ну иначе бы вы за меня не проголосовали, я же должен был вам пообещать заведомо то, что я не могу выполнить. Вот получается, что политика и вера вроде бы, ну вот как они могут сочетаться? У вас, я знаю, что даже диссертация по политологии. Да, диссертация по политологии по религиозному фактору в Европе, в европейской интеграции. Ну, мы, получается, совсем уже политику в такую инфернальную плоскость отнесли, как бы, что политика как будто бы это от сатаны, а вера это от Бога, это две плоскости, у которых не может быть никаких пересечений. На самом деле, конечно же, это не так. Так, та ситуация, о которой вы говорите, это, да, это типично, увы, действительно, в нашем мире, падшем мире, искаженном грехом, такое, к сожалению, случается сплошь и рядом, но мы, верующие люди, христиане, говорим, что это неправильно, так быть все-таки не должно. Это действительно отступление от норм, равно как и, собственно, любое нарушение закона в любом обществе, в любом государстве, это отступление от норм, это преступление, которое должно караться, наказываться в соответствии с местным законодательством. Точно так же у людей верующих, у людей, у христиан есть свой свод норм, свой свод нравственных правил, это заповеди, это евангельские ценности, в соответствии с которыми мы живем в своем личном пространстве, в своих семьях, но также живем и в пространстве общественном, то есть в том обществе, в котором мы существуем как члены этого общества. И мы имеем право и ждем этого в том числе и от наших властей, и от наших политических лидеров, что наше общество будет устроено, организовано в соответствии с нашими ценностями, принципами и нормами нашей веры. Это абсолютно нормально, и в истории христианства были и есть примеры государств, где политика осуществлялась, и государственная политика осуществлялась в соответствии с христианскими нравственными принципами. Это абсолютно нормальная ситуация, и на самом деле задача и христианских партий, и христианских общественных организаций в любой стране, где они присутствуют, добиваться того, чтобы общество было бы организовано в соответствии с теми принципами и правилами, по которым христианам нормально жить и нормально существовать. Поэтому нет, конечно, такого антологического противоречия между верой и политикой. Их вполне можно привести к общему знаменателю и к согласию. Ну вот еще, наверное, одно такое, ну, скажем, один такой стереотип, который касается положения женщины, ну вот с точки зрения православной церкви, мы всегда, ну, как бы вспоминаем домострой, там какие-то, ну, страшные какие-то правила, которые ограничивают права женщин, вот насколько, по вашему мнению, вот с вашей точки зрения, поскольку вы ведете и программы, да, в женские, ну, ток-ток-шоу, современная женщина, современная православная женщина, насколько она свободна? Абсолютно свободна. Более того, свобод и прав, и возможности у женщины в современной православной церкви столько, что не хватает времени, сил и ресурсов для того, чтобы все это в полной мере использовать. Возможности и для самореализации, не по большинству этого слова, и для творческого роста, и для того, чтобы заниматься какими-то любимыми делами у женщин сегодня очень много, и православная церковь женщину, нормальную женщину, на мой взгляд, ни в чем не ограничивают. Что касается запретов, ну, то, что естественным образом всплывает в голове, скажем, невозможности для женщин войти в алтарь, вернее, не войти в алтарь, уточню, совершать богослужение, потому что, на самом деле, женщины, и есть примеры женских монастырей, где женщины, у которых есть благословение, могут входить в алтарь и как-то помогать во время службы. Но совершать литургию, например, женщина не может. Становиться священником женщина в православии не может, просто потому что священник во время литургии – это образ Христа. Священник олицетворяет собой Христа, совершая главные таинства христианства, Евхаристию. Женщина этого делать не может. Но у женщины в православии просто нет в этом нужды, нет в этом потребности. Я не знаю среди своих знакомых православных женщин, а у меня их очень большой круг, тех, кого я знаю, ни одной девушки, женщины самого разного возраста, которая страдала бы от нарушения своих гендерных прав. Это абсолютно навязанная искусственная проблема, о которой меня, кстати, очень часто спрашивают европейские феминистки, если мне доводится с ними общаться. Как же так? Вы же должны чувствовать себя ущемленными. Вы же не можете быть священниками или епископами. Вы же не можете, вот вы, Лена, вы не можете стать патриархом. Разве вы не страдаете от этого? Абсолютно не страдаю. Я совершенно удовлетворена тем, что у меня есть. Более того, сегодня в Русской Церкви для женщин, мирянок, женщин, даже не монахинь, а просто обычных мирянок, есть возможность участвовать в церковном управлении благодаря такой структуре, как межсоборное присутствие. Это патриарх Кирилл создал такую площадку для дискуссий в свое время, для обсуждения самых важных проблем и сфер церковной жизни. Я тоже являюсь членом межсоборного присутствия, и я могу принимать участие в его заседаниях и спорить даже с самим патриархом, с митрополитами, с епископами, свободно вставать, высказывая свою точку зрения. То есть даже просто чисто процедурно сегодня у женщины в православии есть право голоса и право какой-то и творческой самореализации, и роста, и даже карьерного роста, если говорить мирским языком. Поэтому любые проблемы на этот счет для русского православия абсолютно искусственны. Ну вот если с точки зрения западных, либеральных, всевозможных теорий, необходимо церкви обновляться, необходимо идти вперед. И вот как раз вы затронули тему и феминизма, и то, что там женщины становятся и епископами, и в принципе происходят такие очень большие изменения. Церковь уже как бы делает большие послабления по поводу гей-браков. И вот это направление, которое как будто бы должно привлечь новую паству, показать открытость церкви, показать то, что она идет в ногу со временем. Какие могут быть здесь подводные камни и опасности для, например, если мы говорим о католической и неправославной церкви? Ну даже история христианских общин, западных христианских общин на протяжении прошлого столетия показывает, что любые попытки модернизировать церковь, ее осовременить, упростить, сделать более такой лайт, комфортной, легкой, удобной для потенциальной новой паства, они ни к чему хорошему не приводили. И любые какие-то притоки, возможно, молодежи, верующих, в ответ на вот эти все миссионерские уловки, они очень кратковременные оказывались, и они долгосрочного эффекта не имели. Мы все равно видим, что на Западе многие церкви сегодня и пустуют, и опустошаются, и переделываются в мечети, в гостиницы, в хостелы, в бары. То есть, к сожалению, много таких кадров сегодня есть, увы. И католические костелы сегодня от этого страдают, несмотря на все попытки модернизации католицизма после Второго Ватиканского собора. Это аджурнамент, осовременивание известное. Конечно, православная церковь по этому пути идти бессмысленно, просто бессмысленно, даже с чисто утилитарной точки зрения. Другой вопрос, что, конечно, церковь в любом случае живет в соответствии с духом времени. Конечно, мы сегодня должны говорить с нашим обществом на том языке, которое именно сегодняшнему обществу, понятно, невозможно произносить проповедь для нынешнего 20-летнего подростка, который сидит в Ютубе постоянно и общается на дискотеках. Невозможно ему проповедовать языком проповедника XIX века, который общался где-то в глухом селе со своими крестьянскими прихожанами. Конечно же, нужны средства проповеди и миссии, и свидетельства о Христе, рассказы о Христе адекватные нынешнему веку, но это всего лишь средства. И, конечно, здесь как-то радикализировать христианство и православие точно опасно. Например, допустим, полностью отказываться от церковно-славянского языка под предлогом того, что у нас ничего не понимает паства, и поэтому люди не идут сегодня в храмы, потому что там сложно что-то разобрать. Абсолютно это не препятствие для людей. По моему опыту, по опыту большого количества моих знакомых, я знаю, говорю об этом с уверенностью, что все, кому действительно важно прийти в храм, просто в силу того, что душа этого требует, они все равно придут в храм, они разберутся, они поймут, они выучат, и это препятствием и препоном, конечно же, не является. А тут можно попасть в такую большую ошибку, если начать ставить в храмах скамейки, потом шезлонги, потом раскладушки, потом какие-то спа-центры для того, чтобы там было комфортно. Церковь – это вообще не про комфорт, на самом деле. Христос нас не к комфорту призывал, когда звал идти за собой, предупреждая о том, что просто не будет, друзья, не ждите. – Ну вот вы затронули очень интересную тему того, что необходимо разговаривать с молодежью современным языком, и вот практически я знаю, что вы занимаетесь пиаром, это можно назвать, наверное, таким современным словом, и вот нужен ли церкви пиар, и вот чем он отличается, например, от политического пиара, потому что действительно это слово немножко такое скомпрометированное, и когда говорят пиар, то есть это как бы подразумевается, какие-то действия должны заставить человека что-то сделать, используя какие-то манипуляции его сознанием. – Да, тут, конечно, всегда надо действительно как-то, как обычно принято говорить, разобраться с понятиями на самом старте, потому что слово пиар себя успело скомпрометировать, это часто ассоциируется с рекламой, ну а какая может быть у церкви реклама, казалось бы. Но если доходить, опять же, до самой сути в этих понятиях, то, по сути дела, пиар – это связи с общественностью, public relations – это коммуникации, система коммуникации, а церковь занималась коммуникациями с самого начала своего существования. Фактически, когда во время Пятидесятницы апостолы заговорили на разных языках, они получили от Святого Духа мистическое средство для коммуникации с теми народами, которым они пошли на проповедь. Фактически, если говорить таким политтехнологическим современным языком, апостолы пошли пиарить Евангелие на разных языках, языках, понятных этим народом во все концы земли, для того, чтобы евангельская весть распространилась. И сегодняшний церковный пиар – это просто использование тех средств коммуникации, на котором сегодня разговаривает современный мир. Если сегодняшний мир, по большей части, получает информацию о всем, что происходит через интернет, через мобильные приложения, социальные сети, разумеется, церковь с проповедью должна присутствовать, использовать эти средства коммуникации, эти средства пиара в своей работе. Если сегодня YouTube завоевывает все больше и больше внимания, и не просто молодежи, а вообще аудитории, интернет-аудитории, конечно, церковь должна идти в YouTube, священники сегодня должны, это и происходит, и есть все больше удачных примеров, делать собственные YouTube-каналы, пробовать себя в роли YouTube-блогеров, для того, чтобы порой через шутку, порой через какой-то легкий жанр, через просто приветственное общение с подписчиками, рассказывать о самом важном и о самом главном. С эллинами будьте как эллины, с иудеями как иудеи, с YouTube-аудиторией будьте как YouTube-блогеры, с Instagram-аудиторией будьте как Instagram-гуру. Поэтому, если мы говорим именно о средствах, то здесь практически нет каких-то запретных, неадекватных площадок. Напротив, задача церкви и церковного сообщества – осваивать эти инструменты, расти профессионально в освоении этих инструментов, в том, чтобы их использовать для христианской миссии. И я и мои коллеги как раз именно этим и занимаемся в последние годы, когда мы говорим про систему церковного пиара. Именно об освоении новых инструментов, о том, чтобы с их помощью людям было бы действительно доступным и понятным, и более близким Евангелие и жизнь нашей церкви. Потому что я знаю, что у вас есть свой канал в Instagram-е «Школа православия», которая рассказывает о православии. Да, о православии максимально таким доступным языком. Я это сделала именно как собственный проект полтора года назад, именно как проект молодой женщины, мирянки, не священника. Это тоже принципиально для меня, потому что есть действительно блоги священнослужителей, епископов. Очень удачные есть примеры. А в моем случае это был и есть именно просветительский проект молодой девушки, которая общается с таким же, как она, и рассказывает о том, что она любит, ценит, в чем она много лет живет, делится своими впечатлениями, эмоциями про свою духовную жизнь, про свой церковный опыт. И, как показывает практика, это то, что сегодня большому количеству людей нужно. В том же самом Instagram-е, хотя Instagram, казалось бы, это площадка, куда все приходят просто развлекаться, отдыхать за какими-то шутками, за… Ну, красивыми картинками. Да, 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 где просто вот хорошо полайкать. Это в том числе и очень удачная площадка, ну, и для просвещения, и для миссии, и для того, чтобы как-то вот в такой вот игровой форме легонечко рассказывать людям про самые важные вещи. И это пользуется очень большой востребованностью. Я вижу, что запросы… 30 тысяч. Да, 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 30 тысяч, да, сейчас больше 30 тысяч подписчиков. И я понимаю, что очень большой потенциал для роста есть. Если грамотно работать, то, соответственно, аудитория, на самом деле, действительно очень большая, потому что у людей жажда христианского просвещения, она огромна. А многим, кстати, мой формат более понятен, чем блог священника, потому что это тоже для меня было открытие. Очень большому количеству взрослых людей страшно спрашивать, спрашивать о чем-то у священника, и вообще общаться со священником. Если нет опыта церковной жизни, то ты боишься выглядеть дураком, спросить, выглядеть глупо, что-то не то задать, не знаешь вообще, а как с этими самыми священниками разговаривать-то. А когда это мирянка, обычная женщина, да, которая легко общается, отвечает на вопросы, ну, это как-то упрощает вот эту точку входа, что ли. Вот. И это приносит, в общем, свои результаты и плоды. Потому что благодарят люди очень-очень много за этот аккаунт. Ну вот, кстати, по поводу, вот чуть-чуть возвращаясь назад, вопроса того, насколько, как соблюсти вот этот баланс между, ну вот тем, чтобы пойти в ногу со временем, и в то же время не внести что-то ненужное. По-моему, ну вот кто-то писал о том, что, например, католическая церковь, когда после сексуальной революции вот в конце 60-х пошла на большие какие-то, ну вот расширила допустимые какие-то вещи, а в 80-е годы человечество столкнулось с проблемой СПИДа. Вот автор говорил, что подожди еще немного. Вот, в принципе, католическая церковь, она могла бы как раз-таки привести этот пример, вот что половая распущенность получает какой-то вот такой ход конем вроде бы небесной кары. И слишком, ну вот, католическая церковь оказалась вот как бы в проигрышном варианте, потому что они уже как бы допустили вот эту половую распущенность, не считая ее грехов, но вот оказались в такой сложной ситуации. Да, об этом выступил недавно бывший папа, понтифик Бенедикт XVI, он прервал молчание, он сейчас находится на покое, он прервал молчание и выступал с открытым письмом, где как раз связал результаты вот этой сексуальной революции 60-х и педофилии в среде католического духовенства. Он просто поставил вот эту взаимосвязь и указал прямо на то, что действительно тот порог и недуг, от которого сегодня страдает Ватикан, он корнями уходит именно туда. Вот это, кстати, вот такой вот прямой действительно пример аналогии, когда от традиции отступаешь, от нравственной традиции отступаешь, и в итоге церковный же организм оказывается покрыт трещинами просто изнутри. Чудеса, вот являемся ли мы свидетелями чудес в наши дни, поскольку, ну, если в прошлом часто объясняли чудеса какими-то, ну, неспособностью людей объяснить с научной точки зрения какие-то явления, вот современный мир, он как будто бы вот ход науки должен, ну, окончательно развеять все представления, что всё должно объясняться рационально. Вот тем не менее, бывают ли мы свидетелями? Конечно, конечно. Чудо, безусловно, оно существует, собственно, ну, если говорить о чудесах, которые связаны именно с христианскими святынями, они существовали, существует всё время существование христианской церкви, и сегодня, если говорить об общеизвестных чудесах, ну, физической природы которых признаётся многими учёными, то можно и про благодатный огонь вспомнить, можно вспомнить про Туринскую плащаницу и почитать огромное количество научных исследований, которые касаются этого, про природу действительно, отображение на этой плащанице, удивительного, необъяснимого обычным, как бы, естественным способом. Но всё-таки чудо, оно очень часто связано просто с личной верой человека, с его личным духовным путём, и оно происходит в жизни человеку, у которого действительно сердце к чудесам открытое, просто по его вере, потому что, ну, чудо – это то, что Бог человеку персонально даёт в ответ на его просьбы, в ответ на его запросы, в ответ на искренность его ожиданий и действительно силы его веры. Мы можем посмотреть на примеры, когда, например, у мощей святых, у чудотворных икон по искренним молитвам верующего человека вдруг прекращалась болезнь, например, рассасывалась опухоль, и врач разводил руками на очередном рентгене и говорил, как такое могло случиться, ты ещё месяц назад, ты был там на четвёртой стадии, вдруг у тебя просто пошёл обратный процесс. И это всё было после паломничества или посещения святого места или прикладывания к чудотворным иконам. Конечно же, этого очень много в нашей жизни, и хочется только пожелать, чтобы у наших слушателей такие чудеса тоже в жизни имели бы место и происходили, потому что это абсолютная реальность, абсолютно доступная и возможная реальность. Но надо просто её дождаться в своей собственной жизни. Ну что же, мы сделаем небольшую паузу, после чего вернёмся в студию и продолжим нашу беседу. Мы продолжаем программу «Встретились, поговорили». Во второй части мы можем и принимать ваши звонки 67212-939, 67213-939. Я напомню, что сегодня в Рижском клубе «Культурная линия» состоится встреча с православным политологом России, телеведущей, с автором программ на телеканале «Спас» Еленой Жосул и в 18 часов конференц-зале гостиницы «Таллинг». Это всё будет происходить. Вот телеканал «Спас» существует довольно давно, но последние несколько лет его возглавляет Борис Корчевников, которого все знают по программе «Судьба человека». И будучи директором этого канала, что изменилось на этом канале и каким сейчас он вам представляется? Я работаю на «Спасе» ровно год. Как раз я пришла по приглашению Бориса на телеканал, а сам телеканал в его именно нынешнем формате, какой, я думаю, некоторым многим, надеюсь, нашим слушателям знаком. Он существует как раз два года. С приходом Бориса действительно канал зажил принципиально новой жизнью. Он стал намного более приближен к потребностям, ожиданиям и чаяниям сегодняшней телеаудитории, собственно говоря, сегодняшнего общества, того общества, в котором мы все живём. «Спас» стал отвечать на проблемы людей в форумах и с помощью средств, инструментов, которые сегодняшнему обществу понятны и близки. «Спас» перестал бояться и начал открыто и смело отвечать на вопросы, обсуждать проблемы, которые долгое время, казалось бы, нетипичны, неестественны, вообще не нужны православному человеку. Например, мы начали разговаривать о политике. Это как раз, собственно, на моей программе «До самой сути» – это вечернее, по будням выходящее, ну, его называем, общественно-политическое, социально-политическое ток-шоу, по будням дискуссионное ток-шоу. Казалось бы, где ток-шоу и где православные телевидения – это вещи вообще из разных миров. А мы сумели, и, как показывает наша практика, достаточно успешно сумели эти жанры соединить. Мы стали обсуждать с нашей аудиторией какие-то избранные, разумеется, социально-политические проблемы, которые имеют какой-то нравственный аспект, какое-то нравственное измерение обо всём, что сегодня происходит, о каких-то международных событиях в мировой политике, о внутрироссийских проблемах и конфликтах. Мы говорим в том случае, если на них можно посмотреть, их можно отрефлексировать с точки зрения христианского мировоззрения. Допустим, та же самая коррупция, например, ну, казалось бы, коррупция, политическая проблема, какие-то громкие посадки чиновников за воровство, за взяточничество. Мы говорим о ней именно как о нравственном пороке, о том, что такое на самом деле коррупция, в чём её греховность, как её можно разложить на составляющие в соответствии с Евангелием, то есть что побуждает человека в данном случае, по сути дела, красть, где нарушение его совести, что нужно сделать, и можно ли каким-то образом коррупцию в обществе предотвратить через методы, ну, не просто там репрессивные, а ещё и через воспитание, через разговор о совести, через вот вещи, которые касаются, ну, задачи религиозных организаций, религиозных деятелей. И это встречает очень большую отдачу, потому что люди верующие, люди, которые хотят жить по каким-то христианским нормам, они нуждаются в таком разговоре, они нуждаются в том, чтобы им предлагали анализ и современной политической повестки в соответствии с их мировоззрением, чтобы им объясняли, что то, что сегодня происходит в мире, какие-то мировые конфликты, все они имеют неизбежные нравственные измерения. Вообще, политика, любая политика, всегда, я в этом твёрдо убеждена, и весь мой путь профессиональный, он об этом говорит, о политике невозможно говорить в отрыве от религии. В любой политике, даже в атеистической политике, всегда присутствуют религии. Просто это может быть религия искажённая, извращённая, религия принципиально секулярная, потому что Советский Союз, например, он был очень религиозным государством, но это была гражданская религия, это была светская, сакральная, атеистическая религия. Но там были свои идолы, свои святые, мощи, ритуалы, молитвы, иконы в виде портретов вождей в красном углу, и очень большое количество таких вот признаков, атрибутов религии, но просто это была религия советского строя. Любое государство, любое общество на протяжении всей истории человечества всегда имеет в своей основе какую-то религиозную подоплёку. Просто мы сейчас, и на самом деле только на Спасе это и есть, мы, в отличие от других федеральных ток-шоу, мы не просто ссоримся друг с другом и кричим друг на друга из разных углов студии на предмет того, кто прав, кто виноват, что на Украине, кто там хороший, кто там плохой. И вот эти вот все крики, они у нас тоже иногда бывают, немножко покрикиваем, конечно, но гораздо меньшей степени, и людей очень сдерживает понимание того, что они находятся на православном канале, это православная студия, здесь церковь, и мы сюда пришли, априори признавая, что мы пришли на религиозную площадку, и мы всё анализируем, будь то Ассанж, будь то сирийская операция, будь то какая-то американская политика на постсоветском пространстве, мы обо всём говорим именно с точки зрения церкви, Христа и нравственных принципов. Это, кстати, очень сильно меняет градус дискуссии, и, как многие эксперты признаются, которые ко мне в студию приходят, что у вас поспокойнее, и у вас друг друга слышат. Это для меня вот очень важный момент, что всё-таки у нас слышат друг друга на канале. Есть ли цензура какая-то, есть ли тема, которую нельзя брать, или, ну, должно быть, ну, освещение развернуто, вот именно в такой... Относительно тем у нас цензуры нет. Мы решаемся и рискуем говорить даже о темах, которые долгое время были под прикрытием, и были там, допустим, табуированы, например, там, допустим, стяжательства, и там какие-то материальные, ну, излишества среди духовенства. Мы даже об этом говорим. Насколько священник или епископ может быть богат? Вот, тема, которая вообще в церковной среде, ну, очень сложная, очень противоречивая, но это же... Побывательское выражение «батюшка на Мерседесе», да, вот этого, да? Скажем, напрямую, многие говорят «грубее поп на Мерседесе». Да, вот что это вообще за стереотип? Много ли под ним реально существующих примеров? А почему замечают именно вот такие вот уродливые случаи, но при этом игнорируют огромное количество бедных сельских пастырей, которые ходят в залатанных рясах и перебиваются там буквально с картошки на макароны, но при этом они поднимают мужественно храм, приход, спасают свое село, мужественно служат, заботятся о пастыре. Почему о них никто не разговаривает? Давайте как-то все-таки пропорционально постараемся на ситуацию посмотреть, но в то же время, да, у нас действительно есть и примеры таких стяжательных пастырей, которые вводят в соблазн тем, что они отказываются, например, от люксовых машин, которые им дарят. Что с этим делать, давайте обсуждать. Но самое главное, давайте стараться это обсуждать все-таки исходя из духа любви к нашей церкви, к нашему священному началью. Вот это базовый принцип, которым мы руководствуемся. В отношении гостей в этом плане у нас есть одна единственная цензура. Мы никогда не зовем, я никогда не позову к себе в студию, людей, которые могут открыто оскорбить церковь, патриарха, православие. Вот если я знаю, что, например, какой-то публицист, он антицерковный, он не просто атеист, потому что на «Спасе» есть замечательная программа «Не верю», диалог с атеистом, где действительно в студии сидят верующие, часто священник и какой-то атеист. Всегда приглашаются только атеисты, которые уважительно относятся к религии. Скажем, допустим, например, Невзоров никогда не придет на телеканал «Спас» и, в частности, ко мне в студию, потому что я знаю, что все, что он скажет о церкви, будет ужасным, будет отвратительным, будет немыслимым. И таких оскорблений, конечно, категорически не должно звучать на телеканале «Спас». Но звать людей даже с либеральной точки зрения, которые при этом настроены все-таки непредвзято, а действительно хотят разобраться в ситуации, не просто очернить, опошлить, огрубить, а именно разобраться в ситуации и открыто к тому, чтобы слышать других, я всегда зову их с удовольствием. Мне очень важно, чтобы присутствовали разные точки зрения. Елена, скажите, а много ли в вашем окружении атеистов? То есть может ли, ну вот круг друзей, круг общения, определяется ли он верой? Потому что мы живем в такое время, когда часто бывают политические взгляды, отношения «Крым наш, Крым не наш», он сразу перечеркнул очень многие дружеские связи. У меня атеистов практически нет в окружении, просто потому что я очень много лет занимаюсь, профессионально занимаюсь религиозной тематикой. Я много лет работала в православном университете, у меня уже так сложилось, что круг общений, коллег и друзей, близких и дальних – это так или иначе все люди, связанные с церковью. Отнюдь не потому, что я их как-то избегаю, но скорее я сейчас, наверное, атеистов вижу, прежде всего, на экране канала «Спас» в программе «Не верю», куда их специально находят, приглашают, крупным планом показывают, дают высказы на православном канале. Но это вовсе не потому, что… Среди моих друзей есть у меня друзья-мусульмане, мне, кстати, мы прекрасно ладим. И должна сказать, что, наверное, я думаю, что со многими мусульманами и мусульманками мне проще найти общий язык, чем, скажем, с антицерковно настроенными людьми или с атеистами, потому что у нас в этом плане много общих ценностей, потому что мусульмане, иудеи, люди тоже традиционной религиозной веры, они во многом очень схожи. Мы тоже против абортов, мы против супружеских измен, мы против эвтаназии, против легализации однополых браков. И в этом плане мы союзники. В большей степени союзники, чем союзники с теми, кто напротив приветствует проведение гей-парадов и установление детей-сирот однополыми парами и подобного рода вещи, которые неприемлемы для человека религиозного, человека верующего. Но в России сейчас, особенно в Москве, по-моему, появляются и открываются новые мечети. И вот это, ну скажем, как относится православная церковь, верующие люди, к тому, что среди приехавших в Россию людей очень много именно мусульман? Вообще в России все-таки ситуация с исламом, она не такая, как в Европе. То есть в России, в Российской империи ислам существовал традиционно, он считается традиционной религией. И потому что в России большое количество этнических групп традиционно ислам исповедовали. Мы веками жили бок о бок с мусульманами, с татарами, с башкирами, то есть с людьми, которые выросли в исламе. И мы прекрасно жили вот бок о бок. И в этом, кстати, ну действительно залог, наверное, межрелигиозного мира в России, в отличие от Европы, для которой все-таки исламские общины, это сегодня особенно, во-первых, тем более растущий таким бурным темпом, и это следствие миграции, бурных миграционных потоков. И это абсолютно внешняя такая проблема, которая как экспансия сегодня Европу накрывает, стремительно переделывая, перелицовывая ее конфессиональную обложку. В России в этом плане попроще, ну даже в Москве. Я вообще за последнее время, честно сказать, не слышала ни про какие конфликты и скандалы, возникающие на межрелигиозной почве. Скорее, гораздо большая проблема для России сегодня, это, наверное, секты. Это там те же иеговисты, какие-то неоязыческие движения, которые сегодня стали возникать в регионах, там тоже самое родноверие, особенно когда оно приобретает какие-то агрессивные формы выражения, экстремистского характера. Это проблема. А вот традиционный ислам, это, конечно, это норма, это особенность российского общественного микроклимата. Если мы, конечно, не говорим про радикальный исламизм, про запрещенные в России ИГИЛы, про тому подобного рода организации, но на самом деле это уже из сферы международного терроризма, который сегодня имеет абсолютно глобальный характер, универсалистский характер и просто является общей, естественно, угрозой и бедой для всех, не только для России. А в России нет. Скорее даже, до меня, например, доносят скорее новости про футбольные матчи между командой православных семинаристов и командой студентов Мидресе, например. Есть такие примеры, когда просто собираются ребята, студенты разных духовных заведений, играют друг другу в футбол, очень мирно, хорошо, существуют с друг другом и без всяких проблем. Вот по поводу канала «Спас», я так понимаю, что есть планы возможности увидеть латвийским зрителям его в наших пакетах? Да, это последняя новость, которую меня попросил Борис рассказать. Латвийская аудитория, с большим удовольствием об этом говорю, действительно есть планы в ближайшее время наладить, организовать вещание «Спаса» в прибалтийских государствах, и Рига в данном случае будет главным таким форпостом, главной площадкой, с которой все должно будет начаться. У нас расширена лицензия, и сейчас ведутся какие-то последние технические приготовления. Я не скажу подробностей, просто я ими не владею, но уже совсем скоро, опять же, сроки не буду, но скоро, вот уже даже, я надеюсь, в ближайшие месяцы, можно будет смотреть «Спас» в Риге не просто по интернету, а еще и на телеэкране. Мы с вами беседуем незадолго уже после празднования Дня Победы 9 мая, и вот листая соцсети, я наткнулся на блог, кстати, православного священника, который рассуждал о том, все-таки, это тоже одна из таких очень болезненных тем, поскольку я знаю, что она вызывает большие споры, вот насколько это день радости или скорби, вот в связи с большим количеством потерь, понесенных Советским Союзом во Второй мировой войне. И как раз священник рассуждал о том, что, в принципе, ну вот с точки зрения человека, вот христианина, противоестественно убивать другого человека, и война, в общем-то, это нарушение заповеди «Не убей», и вот с точки зрения все-таки, ну, православной церкви, насколько вот День Победы, как символ военной победы над нацистской Германией, и вот это нарушение заповеди «Не убей» согласуется? Тут же вопрос в характере войны и в характере той роли, которую страна принимала в этой войне, потому что в нашем случае это была Великая Отечественная война. Мы защищали, собственно, Отечество от врага, от неприятеля, причем врага цивилизационного масштаба, задачей которого было превратить все человечество в абсолютно уродливый конструкт, безбожный, антихристианский конструкт чудовищного рабства, совершенно зверского по своей натуре, по своему характеру. Фашизм не терпит никаких оправданий, никакого обеления, и это до сих пор очень явно признает и церковь, и российское государство, именно поэтому во время празднования Дня Победы и патриарх всегда приходит к могиле неизвестного солдата и всегда служатся панихиды в этот день, всегда воздаются молитвенные дань памяти воинам, которые пали, отдали свои жизни, жертвенно отдали свои жизни ради того, чтобы мы сегодня могли жить так, как мы сегодня живем, и чтобы на пути у фашизма был поставлен этот препон. В последнее время появилась эта замечательная традиция акции «Бессмертный полк», в которой принимают участие и священники, и священнослужители, и целые приходы в главе со своими настоятелями выходят на эту акцию, и православные университеты в ней участвуют, и монастыри, и во многих епархиях митрополиты возглавляют как бы епархиальные шествия «Бессмертного полка», то есть церковь очень активно в лице конкретных священников в этом участвует. Здесь, конечно, никакого нет противоречия. Напротив, эта акция во многом очень, ну, как мне кажется, она и православна, и религиозна по своей сути, потому что 9 мая – это всегда день после Пасхи, ну, вот в постпасхальный период мы всегда 9 мая празднуем, когда еще мы друг друга приветствуем словами «Христос воскресе», и нашим слушателям тоже можно с этими словами обратиться сейчас, это еще актуальные у нас слова до Троицы. И «Бессмертный полк» – это, собственно, про отрицание смерти, про победу над смертью, про то, о чем праздник Пасхи мы всегда празднуем, мы празднуем победу Христа над смертью, и День Победы тоже про победу. Это такая общая победа, которая нас всех объединяет, и живых, и ушедших. Да, ну и говоря вот еще раз про сегодняшнюю встречу в Рижском клубе «Культурная линия», в конференц-зале гостиницы «Таллинг», можно будет продолжить наш сегодняшний разговор с православным политологом и автором программ на телеканале «Спас» Еленой Жосул «Русское православие. Вызовы санкции перспективы». Вот что, на Ваш взгляд, является главным вызовом сегодняшнего дня, учитывая, что действительно мы живем в то время, когда кажется, что и христианский мир во всяком случае находится в каком-то таком враждебном окружении, и такое ощущение, что действительно мир, если мы говорим, особенно Европу, с его желанием как-то поставить личную свободу человека как высшую ценность, это вступает в противоречие с выживанием человеческой буквально цивилизации. Да, я бы, на самом деле, несколько вызов, конечно, выделила, совсем если коротко о них сказать. Пожалуй, главный вызов, такой совершенно реальный, который актуализировался в последние полгода, это раскол, украинский раскол церковный, который отнюдь не является расколом локальным, он касается вовсе не только украинскую православную церковь каноническую, он касается всей православной церкви, Вселенской православной церкви, все без исключения православные церкви сегодня поместные озабочены этим, не понимают, как дальше себя вести с Константинопольским патриархатом, с его политикой, как решать, как реагировать на легализацию раскольников, которая произошла на Украине, которая была осуществлена фактически единолично патриархом Варфоломеем в нарушении канонических норм и правил существования православной церкви. Это, пожалуй, сейчас для всего православного мира, мы себя осознаем все-таки в единстве православного мира, вне зависимости от того, при том, что у православных, в отличие от католиков, нет единого управленческого центра, нет папы, нет понтифика, но мы все равно все в единой соборной церкви. Как с этим сегодня справляться, это большой, открытый до сих пор вопрос, на который пока не сформулировано какого-то общего ответа. И он предстоит сегодня всем церквам и предстоятелям православных церквей искать как-то консолидированно, как-то сообща, потому что этот раскол, он задевает на самом деле всех. Вот это как мы себя ощущаем, наше тело, единый организм, если у нас где-то, не дай бог, возникает опухоль на теле, у нас начинает страдать абсолютно все, весь иммунитет подкашивается, и мы все свои силы бросаем на то, чтобы с этим справиться. Точно так же сегодня в случае с расколом. А если говорить про то, о чем вы сказали, про ценностные проблемы и про навязывание нам действительно чуждых христианскому духу, христианской традиции, чуждых Евангелию ценностей, про попытку их мимикрии под нормы сегодняшнего дня, и легализация однополых браков, и эвтаназия, и усыновление, опять же, то, о чем было сказано, детей однополыми парами, совершенно неприемлемые для православия, абсолютно неприемлемые. Аборты. Аборты, да. Легализация абортов, распространение абортов, вернее, даже не столько их легализации. К сожалению, сегодня в России аборты совершаются в государственных клиниках, они находятся в системе ОМС, обязательно в медицинском страховании, против чего собственно церковь выступает. Даже просто возможность протеста против абортов сегодня вызывает очень много недовольства и критики. Это вот сейчас для нас задача. Это, на самом деле, конечно, это будет, я думаю, усугубляться все больше и больше, и от христиан, от православных христиан потребуется немало мужества для того, чтобы оставаться честными, оставаться преданными и сильными духом и не стесняться собственной веры, не стесняться нательных крестов, которые мы носим открыто, не стесняться перекреститься на православный храм или на икону, которую мы, допустим, видим. А что обо мне подумают? Я крещусь? Нет, я лучше спрячу свои религиозные убеждения, потому что мало ли вдруг это кому-то не понравится, вдруг кому-то вот, вдруг тут нельзя показывать, что я православный. Нет-нет-нет. Но есть хорошая присказка «Кто Бога стесняется, того Бог стесняется». Вот это, мне кажется, касается в том числе и общества в целом. Вот относительно Европы есть хорошая цитата одного греческого афонского митрополита, высказывание по поводу того, почему сегодня Европу раздирает так много проблем и противоречий, почему сегодня Европа находится в таком кризисе, как же так, вот как же этот ответ найти, он сказал примерно следующим образом, что «Ну а что же вы хотите?» В свое время сама Европа Христа постеснялась, отказавшись упоминать христианское наследие в преамбуле к европейской конституции. Фактически отвлеклась от Христа и сказала, что «Нет-нет-нет, мы закроем на это глаза, мы не будем, давайте не будем обижать, делать на этом акцент, как-то вот форсировать, не будем, не будем». Но что же тогда вы ждете? Тогда и Христос из Европы тоже уйдет, от Европы отвернется, если его таким образом отвергли. Господь всегда уходит от нас и отворачивается от нас, когда мы его отвергаем, только после этого. То есть мы просто забываем про то, что сначала мы от него отреклись, а потом уже и он нас оставил. Так что жаловаться не нужно. Другой вопрос, что всегда есть шанс вернуться и выстроить обратно свои отношения с Богом. Вот это очень важно. Ну что же, у нас, к сожалению, время заканчивается, но есть возможность продолжить разговор, если наши слушатели хотят продолжить дискуссию, задавать вопросы. Сегодня в Рижском клубе «Культурная линия», конференц-зал гостиницы «Таллинг», 18 часов. Приходите на встречу с Еленой Жосул. Мы говорим вам спасибо большое, до новых встреч. Спасибо большое, буду очень рада с вами встретиться сегодня вечером. Всего доброго.